Сельские школьники могут получить уникальный шанс пройти обучение в лучших мировых университетах США, в их числе Гарвард, Колумбийский, Дармутский колледжи и другие учебные заведения. Такую возможность дает фонд Айконат, причем совершенно бесплатно преследует цель устранить финансовые и социальные барьеры на пути к образованию талантливых детей из казахстанских сел. Все подробности далее в сюжете. Данная Олимпиада в регионе проходит уже в шестой раз. За это время более 10 выпускников школы Айконат отправились получать образование за рубеж. Ученики из сельской местности сдают тест по математике, биологии, химии, истории Казахстана и географии. Этот проект поддерживают более 150 предпринимателей по всей стране. Желаю, чтобы эта Олимпиада прошла успешно, чтобы ученики показали достойные результаты. Будьте открыты новым знаниям и достигайте больших высот. Аналогов такой Олимпиады в Казахстане нет. 90% учеников, как правило, из многодетных и неполных семей. Причём важно отметить, что показывают они достаточно хорошие результаты. А это значит, что у каждого есть шанс пройти обучение в одном из восьми престижных частных университетов США. Я выбрала основной предмет – географию. Пришла на эту Олимпиаду с хорошей подготовкой. Думаю, что у меня всё получится. В фонде «Айканат» твёрдо верит, что в сельской глубинке проживают перспективные дети, которые потенциально могут найти лекарства от рака, управлять страной или создавать уникальные стартапы на миллиарды долларов. Для того, чтобы отыскать такие таланты, ежегодно проходит данная Олимпиада, в которой принимают участие только сельские ученики. Осенью прошлого года мы во всех 12 районах провели первый тур Олимпиады. Участвовало полтора тысячи детей. Из них теперь 320 детей прошли на второй тур. Сегодня они участвуют во втором туре Олимпиады. Такая Олимпиада у нас во всех регионах в эти дни проходит. И участвует в них более 10 тысяч детей. Итоги Олимпиады будут объявлены в апреле. Все финалисты могут претендовать на гранты от фонда. Тем, кто его получит, будет оплачено не только обучение, а также питание и проживание.